Алёна, а кто у нас сейчас мэр города? Кто мэр города у нас? Не знаешь? Здесь! Кто? Мойки, блядь! Это и есть ваша спланированная акция. У вас всё по плану. Завтра выборы губернатора, а тут появился некий инвалид. Это провокация, причём спланированная. У нас завтра встречи по медицине, а у вас спланированная акция. Во! О, стопроцентный политический мотив. Вообще на халатность это похоже. На конкретную халатность. Вот бяки такие. Звонил, трубку никто не берёт. Я звонила три дня подряд. Так это может с вашей стороны провокация? Телефон размещаете, а трубку не берёте. Инвалиду первой группы никак не можем найти помощь. То есть помощь по сей день нам так и не оказана. 70 минут инвалид прождал в машине. Ситуация не меняется. Вот такие вот анонимные эксперты позволяют себе дальше высказывать в кавычках экспертное мнение. Оказывается, рецепт выписан неправильно. Дача сматривает и заявляет. Это чесотка. Так это вы хайпуете-то? Мажьте левыми колью. А вы пытаетесь все ваши проблемы увязать с выборами губернатора. Класс. Леночка, привет. Привет. Как дела? Мажьте взять. Это разве не спекуляция? Это быть не может. Это даже не похоже на чесотку. Мажу-мажу, она не проходит, да? Леночка смотрела и сказала, что это непролежно. Говорит, нам пришли административные взыскания из-за вашего вот этого видео. Так это мало ли, уволить вообще должны быть. Мажьте взять. Что делать дальше? У меня нет на это ответов. Я не знаю, куда бежать, куда обращаться. Почему врачи не хотят идти на контакт с больными? Прошло уже две недели. От Крыловой, опять же, ни одного звонка. Ни разу никто не пришел. Вот что с этим делать? Как быть? Когда нам уже назначат полноценное обследование? Сколько можно ждать? Оказывается, эти капельницы вредны. Ситуация не меняется. Все по-прежнему. Ложите спать ее в перчатках, одевайте ей комбинезоны, заклеивайте пластырями. А теперь давайте подведем итог. По факту, куда обращаться дальше? Куда бежать, где искать помощи? А почему я обратилась именно к Антону Булгакову? Я считаю, что эту проблему нужно позвучить. Благодарствую. Вот эти слова – это самая лучшая награда для меня. За мои труды. Всем привет. 17 августа я выпустил видео о том, как мы посещали Сургутскую городскую поликлинику номер один. Вместе с Татьяной и инвалидом первой группы Елены. У нее ДЦП. Она прождала в машине 70 минут. В больнице пандусов нет. Коляска без подставок для ног. Хирург снизошел и принял с черного входа. Только после приезда заведующего отделением Мовчан Виталий Анатольевич. Который повторил 115 раз 6 заученных фраз. Но об этом отдельное видео про его повторы. Через три дня выходит статья. В группе «Наш 25-й микрорайон Сургут» главврач больницы Тлепов заявил, что это провокация. Вот он заявляет. Мы оказываем всю необходимую помощь инвалидам на дому. Дальше послушайте, как на самом деле. Помимо этого, он отметил, что действия блогера скорее были провокацией, нежели желанием помочь сургутянке. Мой телефон, в том числе мобильный, есть на сайте поликлиники. Да, он есть. Но дозвониться невозможно. Три дня Татьяна дозвонилась. Три дня. Никто трубку не берет. Так это может с вашей стороны провокация? Телефон размещаете, а трубку не берете. Дальше он пишет. Я согласен, что есть человеческий фактор, когда сразу не получается решить какой-то вопрос. Но если цель решить проблему, а не устраивая скандал, всегда обращаются ко мне, к заведующим отделениями. И все контакты доступны. Зачем было приходить ругаться, мне непонятно. А где там ругать? Где? На какой минуте кто-то ругается? Это провокация. Ну, я считаю, это провокация с вашей стороны. Вы делаете видимость, что у нас медицина на высшем уровне, а сами даже трубку не можете взять. 70 минут и инвалид прождал в машине. Это что такое? Видимо, необходимость была не в том, чтобы получить помощь, а в том, чтобы устроить конфликт. А в чем конфликт-то? Вообще, Максим Слепов, главврач, я к вам обращаюсь. Вы вообще видео видели, нет? Где, на какой минуте там конфликт? А дальше Сиапресс подключается. Вот это серьезное такое СМИ. Вот смотрите. Источники Сиапресс и сферы здравоохранения, они их еще называют эксперты. Ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни звания, ни должности, ни ученой степени. Ничего. Эксперты в сфере здравоохранения. Вот такие вот анонимные эксперты, позволяющие дальше высказывать в кавычках и экспертное мнение. Что вероятнее всего, создание видео было с планированной акцией для привлечения внимания. А кто ее спланировал? Я что ли? Я вообще был на встрече, я был занят, разговаривал с человеком. Мне Татьяна звонит, говорит, Антон, помоги, срочное дело, не пускает инвалидов в больницу. Отказывается принимать. Я сказал, добро, приезжай, и все. Я тут же вышел, и мы поехали. В чем спланированная акция, я не понимаю. Спланированная акция для привлечения внимания, но не к проблеме инвалидов. Привлечение внимания к чему? К себе, к Татьяне, к вашей коляске, или к чему? Есть те, кому выгодно хайповать и устраивать скандал на ровном месте. Так это может вы хайпуете-то? В чем мой хайп заключался, я не понимаю. Учитывая, что сейчас идет процесс выборов губернатора игры. А-а-а, вот в чем хайп-то. Так это вы хайпуете-то. Вы пытаетесь увязать проблемы медицины с выборами губернатора. Я в своем видео ни одного слова не сказал. Ни про выборы, ни про губернатора, ни про политику. Ни одного слова. А вы пытаетесь все ваши проблемы увязать с выборами губернатора. Класс. Тем более завтра глава региона будет в прямом эфире говорить о медицине. А-а-а, так вот это и есть ваша спланированная акция. У вас все по плану. Завтра выборы губернатора, а тут появился некий инвалид. А-а-а, это провокация. Причем спланированная. У нас завтра встречи по медицине, а у вас спланированная акция. Во. В этот же момент создают негативную повестку. Так это вы ее создали. Вероятную у организаторов политические мотивы. У каких организаторов? У вас. Вот у вас и явные политические мотивы. Выборы губернатора. Сто процентный политический мотив. Все видео походит на спекуляцию. А в чем спекуляция? Все действия персонала, главврача и заведующего Мовчан. Вот это все похоже на спекуляцию. На провокацию и на... Вообще на халатность это похоже. На конкретную халатность. Ну и соответственно я написал свой ответ тут же, что губернатор... Я так и назвал, разместил статью и назвал. Губернатор дала команду оправдаться. Ну естественно вопрос. Или попытка перебросить ответственность на журналиста. Местные СМИ и врачи пытаются перенести ответственность за происходящее на меня. Не было никакой провокации. Смотрите все сами. В видео нет ни одного слова про политику, выборы или губернатора. А следуя логике главврача, слепого Максима, то надо было, минуя охранников, минуя регистратуру, минуя врачей, минуя медсестер, минуя заведующих отделением, врачей-терапевтов, минуя главврача, минуя губернатора, позвонить сразу президенту. Так что ли? Это что, каждый посетитель при возникновении проблемы должен сразу звонить главврачу, который не берет трубку три дня? Так что ли выходит? Это разве не спекуляция? Так, и прокомментируй, пожалуйста, вот сейчас ты видела новость, да, там пытаются всю ответственность переложить на меня, что это я якобы устроил провокацию, провоцировал инвалида на то, чтобы он приехал в больницу. Может, это еще и я, эти синяки, кто наставил инвалиду, так получается? Нет, конечно. Обращение было именно от меня, потому что действительно мы не знали уже куда бежать и что делать. Всем добрый вечер. С вами снова я, Татьяна Крылова. Хочу начать с того, что я не ищу никакой популярности, я не преследую никаких политических целей, я не хочу провоцировать и не ищу конфликтов с поликлиниками, с врачами. Но мы, к сожалению, столкнулись с тем, что инвалиду первой группы никак не можем найти помощь. То есть, вот сколько ни обращаемся в поликлинику, помощь по сей день нам так и не оказана. Сможки взять! Все началось с того, что мы пришли с Аленой, как обычно, чтобы сдать анализы на получение путевки. Сдали стандартные анализы крови, получили результат, что у нее понижен гемоглобин. Это было еще год назад. С того периода мы пытаемся его поднять, пьем постоянно тотемы, обращаемся к терапевтам. Затем, вот знаете, процесс вот этого всего конфликта, он нарастал, нарастал со временем. Подъезжаешь, вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Изначально, вот, например, раньше мы сдавали кровь, вот те же анализы, мы Алену привозили сами. Была ситуация, когда, допустим, вот привозим ее на анализы, мама с Аленой сидят на первом этаже у процедурного кабинета. Я тем временем, чтобы Алену не таскать с собой, бегала, вот, допустим, бегу к терапевтам, поднимаюсь, стучусь в кабинет, прошу выдать мне вот бланки, то есть направление. Мне выносят два одинаковых бланка, то есть, ну, выносят два бланка, то есть, должно быть там, на кровь, на мочу. Все, я взяла два бланка, бегу, значит, вниз на первый этаж, и уже там обнаруживаю, что оба бланка одинаковые, то есть, оба анализа на кровь. Не нажимайте, говорит, аппараты не работают. Я бегу обратно. Опять же, объясняю все вот это вот медсестре, которая выходит ко мне. Она извиняется, что вы простите, мы вот вчера там распечатали анализы, сегодня их не нашли, распечатали повторно, а потом и старые нашлись, поэтому получилось так, что вот два одинаковых. И меняет, естественно, выдает нужное, и вы знаете, вот все бы ничего, но побегать вот это вот туда-сюда с этажа на этаж, в то время как инвалид ждет на первом. А потом, стучаясь к терапевту, естественно, негатив людей, которые ждут очереди своей туда, а я поднимаюсь без инвалида, да, то есть, это какой негатив, там, куда вы там ломитесь и прочее. Это очень тяжело. Дальше пошли нарушения, ну, как бы ситуация не менялась, то есть гемоглобин мы до сих пор не можем поднять, врачи как бы ничего нам не выписывают, кроме тотема, тотем мы пьем постоянно. Затем все усугублялось тем, что у Алены пошли нарушения сна, то есть, вот опять же вызываем терапевта, объясняют, что она плохо спит, нам назначают валерьянку, пустырник, мы их пропиваем опять же чуть ли не постоянно уже курсами, ситуация не меняется. Опять звоним, приходит, опять вызываем врача, приходит уже дежурный терапевт, выслушивает, что эти препараты не помогают, назначает другой препарат, дает направление, все выписывает рецепт. С этим рецептом я иду в аптеку, в аптеке мне сообщают, оказывается, рецепт выписан неправильно. На данный препарат рецепт должен выписываться на бланке поликлиники и, соответственно, с ее печатью. Я, естественно, этого не знала, но побегать пришлось. Бегу опять к терапевту, объясняю, что вот как так вообще выписывали, то есть, неправильный рецепт. Она выслушивает, улыбается, вроде, ну, вот бывает так, дежурные терапевты не всегда это знают. Мы со своей заведующей решаем проблему. Ладно, спрашиваю, нужен ли этот препарат, она говорит, я считаю, что не нужен, продолжайте пить валерьяну и пустырник. Тем временем сон не нормализуется. Начинается другая проблема. Полгода назад она начала сильно расчесывать живот. Мы опять же обращаемся в поликлинику к терапевту. Она осматривает, направляет к врачу по кожным заболеваниям у них в поликлинике. Приходим туда, врач осматривает, заявляет, это чесотка. Мы бежим в КВД, естественно, получаем направление, бежим в КВД, инвалиды, естественно, везем туда. Сдаем все анализы, то есть, берутся скобы, хотя при осмотре нам уже сказали, что как бы быть не может, это даже не похоже на чесотку. В общем, сдаем все анализы, получаем результаты, что никаких кожных заболеваний, там, паразитов ничего не обнаружено. Бежим обратно в поликлинику к терапевту, разводят руками, ну, значит, возможно, там, аллергическая реакция или на нервной почве. Мажьте левомиколью. То есть, единственное лечение это мазь левомиколь? Мазь левомиколь. Вот это было первое назначение мази левомиколь. Бежим дальше. Леночка, привет! Привет! Как дела? И Шарику привет! И Шарику привет! Да! Понятно, еще кому привет? Папе! Папе? Да! И дядя, который нас снимал, да? Да! Понятно. Как у тебя дела? В машинке, дядя! В машинке села? Ага. В машинку. В машинку ко мне села? И поехали мы куда? В Бежим. В больницу. Нас там не приняли. А кто нам помог? Мальчик. Мальчик. Как мальчика зовут? Не помнишь? Антон зовут мальчика, да? Да! Антон, журналист. Леночку снял и помог, да? Да! Алена, кто у нас сейчас мэр города? Кто мэр города у нас? Не знаешь? Дядь! Кто? Кто мэр города у нас? Не знаешь? Дядь! Кто? Мальчик, дядя! Ты как себя чувствуешь? Знаю. Нормально? Все хорошо? А дядя врач приходил к Леночке? В больнице только смотрел? Да! Понятно. Как там? Как там, да, у Леночки болячка? Да! Она никак не проходит, да? Мажу, 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 мажу! Мажу, мажу, она не проходит, да? Улучшение в три раза, да? Вместо одной мази назначили три? Да! Замечательно! И болит, да? Да! Да ты моя золотая! Мама мажет на мама? Мама мажет, мажет Леночку, а оно никак не проходит, да? Замучили? Как в поезде? Как Леночка поедет в поезде к папе, все болит, да? Да! Вот бяки такие! Можки, дядя! Дядя не хочет Леночку лечить? Да! А тетя? Желтой! А тетя приходила, помогла Леночке? Да! Да? Понятно! Как там? Спросила, как там, да? Спросила, как ты там? Как живот болит! Как живот болит? Да! Понятно! Ну, мы опять бежим к терапевту, в общем, появляется синяк, объясняем, что вот так и так нужна помощь синяк, это она постоянно расчесывает, он зудит. Я прошу, опять-таки, помощи, то есть, чтобы нам назначили какое-то элементарное обследование, чтобы записали к хирургу. Изначально нам говорили, тут как бы смысла нет, это обычные полежни, такое бывает у малоподвижных граждан, то есть, не нужно тут ни осмотр хирурга, ничего. По полгода вот мы лечимся мазями, то есть, мы убираем расчесы, судить он не перестаётся, синяк не проходит, обследование так и не назначено. Я пытаюсь добиться всё-таки, чтобы попасть к хирургу, и добиться этого мне удалось только вот уже, как бы, когда сдали нервы, когда я обратилась непосредственно к Антону, чтобы снять репортаж. Это Антон Булгаков. И почему полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя, расскажем в следующем сюжете. Вот. Причём, когда заведующий пришёл к нам домой после репортажа, он пришёл опять-таки с хирургом, хирурга смотрела и, получается, сказал, что это не пролежно. Получается, что она опровергла диагноз, поставленный терапевтом, изначально поставленный нашим участковым терапевтом, сообщить нам, что это не пролежно. Это, скорее всего, проблема из-за тонкой кожи, там сосуды лопают, всё ещё что-то. Но, опять же, объяснить, почему он не проходит и не подживает, нам не могут. На момент того видео, которое мы снимали с Антоном, нам дали много обещаний. Мне обещали, что всё-таки назначат физиолечение, что сделают УЗИ сосудов на ногах, рентген сделают, чтобы посмотреть, вот что у неё там, ногу она ломала и до сих пор нога болит. Ну, а потом, опять же, как-то заведующий пришёл к нам, он объяснил, что физио делать не нужно, УЗИ сосудов и рентген делать не нужно им это, ну, типа нет необходимости. Они и так понимают, из-за чего это. Смотри, короче, сегодня с утра пришёл Мовчан. Вышёл вместе с хирургом. Женщина пришла, русская, адекватная вообще такая, выслушала, короче, смотрели. С горем пополам он давление померял, послушал впервые за всё это время. Её смогли смотреть, короче. Вот, говорит, нам пришли административные взыскания из-за вашего вот этого видео. Вы же мне типа обещали не публиковать, я говорю, ничего подобного не обещала, вот. А потом, короче... Смотри, административные взыскания не говорил? Ну, что вот по пандусам, типа, что вот не предоставили, они там другие варианты по этим, по подъездам для инвалидов. А в виде чего, штрафы, что пришло, выговорили? Не знаю, но вот он только сказал, проговорил, что вот и тут административные взыскания, вот из-за вашего видео, типа, за нас там силились, короче, и вот... Так это мало ли, уволить вообще должны быть. То есть, в обследовании отказано, из назначений, опять же, из новых только масси на фланг противозудные, и все. Пейте также тотему, пейте дальше валерьяну с пустырником и мажьте вот мазями. Все. Мазь, блядь! Вот это все их лечение. Что делать дальше? Это просто вот... у меня нет на это ответов. Я не знаю, куда бежать, куда обращаться. Что касается того, что мы когда обратились с ней и приехали в поликлинику, привезла я вот ее сама, да, мне говорят, вот вы можете не приезжать, инвалидов у нас обслуживают на дому. Дома мы, хирурга, так и не дождались. У меня инвалиды без предупреждения не приезжают. До моего обращения, сколько мы ждали, мы не дождались. Когда мы приехали, я понятия не имела, что у них идет ремонт крыльца. Вот честно, я не знала, я увидела это уже по факту. И то, что не смогли доставить инвалида, это не моя проблема. Понимаете? Это должно быть предусмотрено. До этого у меня была ситуация. Вот вы знаете, месяц назад я помогала одной женщине, то есть маме моей знакомой. У человека проблема с ногой, у нее была операция на пятке, и мы приехали, она относится вот к поликлинике геолог. Мы приехали туда, женщина на костылях, не инвалид. То есть вот мы приехали, я привезла, она выходит на костылях. Вот в поликлинике, понимаете, увидели, что человек не может сам подняться. Они сами, медработники, медперсонал, выкатили коляску, предложили помощь, посадили ее туда, завезли в поликлинику, свозили к хирургу на осмотр. Вот просто человеческое отношение. Почему нет такого в нашей поликлинике? Почему врачи не хотят идти на контакт с больными? Почему они не оказывают... Вот и получается, бегаем то к терапевту, то к фармацевтам, то еще куда-то. Как бы куда еще обращаться? К мовчину, к заведующему. Я уже неоднократно обращалась с просьбой поменять терапевта. Разводят руками. И только вот недавно объяснили, что оказывается этот опекун должен прийти в поликлинику, написать заявление, и только вот потом уже нам поменяют. Почему сразу этого не сказали, вообще непонятно. Когда последний раз мовчан к нам приходил, вот недавно домой, да, разговариваю с ним, и вот прошу, что вот поменяйте терапевта в очередной раз. Мне он объяснил, что в поликлинике на данный момент работают в основном терапевты, которые молодые, что вот у Крыловой большой опыт, и как бы, ну вот, она хороший терапевт, и я вот попрошу ее, чтобы она пошла на содействие, больше вам внимания, скажем так, уделила. Подожди, а мовчан там что делал? Охранял хирурга? Нет, он осматривал. Он именно осматривал как терапевт, понимаешь? Он поделил ей давление, он послушал ее, то есть смог послушать, вот именно провести осмотр. До этого вот терапевта, которая приходила, я тебе серьезно говорю, она даже давление ни разу ей не замерила, и так же не смогла ее послушать полноценно. Понимаешь, просто вот выслушала нас, поговорила и услышала. У кого? У терапевта, который ничего не делал. Крылова, Ольга Николаевна, по-моему, отчество не помнит. Найду, найду, Фио. Крылова, а чего ее месяц одержать? Она же даже диагноз поставить толком не может. Зачем она там нужна? Прошло уже две недели с момента последнего нашего разговора. От Крыловой, опять же, ни одного звонка, ни разу никто не пришел. Недавно звонила, вот сама уже звоню опять главврачу, то есть вот Крылова. А кто главврач? Слепов или Слепов? Слепов. Слепов Максим Николаевич. Нашла в интернете номер его телефона, который там указан. Звонил, трубку никто не берет. Я звонила три дня подряд. То есть ни ответа, ни привета. Дозвонилась до заместителя главврача, переговорила с ней. Она мне тоже сказала, что поговорим, попробуем решить, чтобы каждый врач по-своему видит эту проблему. Я с этой ситуацией столкнулась в первый раз. За 16 лет к вам впервые приехал инвалид. И опять же перезвонил вовчан. То есть поговорили, все то же самое. Вот ждите, мы первого числа вам перезвоним, второго мы к вам опять придем. Из лечения мази. Вот что с этим делать? Как быть? Когда нам уже назначат полноценное обследование? Когда нам уже назначат полноценное лечение? Сколько можно ждать? Вы гарантируете, что инвалид будет обслуживан? Конечно гарантирую. Соответствие законодательства? Полностью будет обслуживан, никаких проблем не будет инвалидом. Ни с такими права его не будут нарушить. Договорились. Договорились. За обещанные капельницы, вот опять же, Мовчан сам проговорил. То есть мы можем вам назначить капельницы, поговорить, там может быть на дневной стационар. Проходит неделю, он приходит к нам и сообщает. Оказывается, эти капельницы вредные. То есть сам объясняет, что в них нет необходимости, что вот много раз при нем пациенты чуть ли не теряли сознание после того, как им эти капельницы ставили. То есть вот я не понимаю тогда смысла от этого лечения. Вообще, почему не могут собрать консилиум? Почему не могут обследовать полноценно? Принять уже какое-то решение. Ситуация не меняется. Все по-прежнему. Вам не стыдно занимать такую должность? Нам объясняют. Вот защищайте это место от расчесывания. Доходило уже до смешного. Ложите спать ее в перчатках, одевайте ей комбинезоны, заклеивайте пластырями. Но при этом вот чуть не уследишь. Вот вы представляете, какой это зуд? Вот когда у мамы была аллергия, аллергическая реакция, это просто не стерпеть, ведь когда оно чешется. А у нее получается постоянно зудить. Она раздирает это в кровь. Вот стоит немножко не уследить. Когда уже вот примут решение врачи, когда они пойдут на контакт и назначат полноценное лечение. Нина Яковлевна, скажите, пожалуйста, кто у нас мэр города? Я не знаю. Я правда не знаю. Когда мы с Аленой обращались в поликлинику, чтобы нам помогли, мы преследовали какие-то политические цели? Нет. А зачем мы обратились в поликлинику? Ну, что по Алене помогли. А не помогли Алене? Назначили что-то, кроме мазей? Ой, да нет, наверное, ничего. Больше пока ни на чего не назначили. Давно что-то рассорапывается. А до этого вот полгода, когда у нее синяк появился, вот когда мы первые разы обращались, у нее с того периода синяк сам проходил? Нет, наверное, так и не проходил. Понятно. Спасибо. А теперь давайте подведем итог. То есть по факту моих обращений неоднократно в течение полгода никаких обследований, никаких лечений, мы не получили. Можки взять! Когда я обратилась к Антону, в Булгакову, то есть видео было снято, мне много пообещали в тот день, да, то есть мне пообещали назначить физиолечение, мне пообещали назначить капельницы для поднятия гемоглобина, мне пообещали сделать рентген ножек и УЗИ сосудов на ногах. По факту, когда пришел после видео, в рентгене отказано, в УЗИ сосудов отказано, в физиолечении отказано, значит, капельницы оказались вообще вредными, то есть не нужны. Далее хирург при осмотре опровергла, значит, диагноз нашего участкового терапевта, сообщив, что это вообще не пролежнее. Лечение по факту продолжается, значит, мазями добавилась, только еще противозубная мазь. А теперь вот скажите, товарищи критики, которые так легко критикуют, осуждают меня там в комментариях и прочее в сети, куда обращаться дальше? Куда бежать, где искать помощи? При этом, когда Мовчан Виталий Анатольевич пришел к нам, и мы подняли вот этот вопрос, что зачем я снимала видео, зачем я обратилась к Булгакову, что якобы там какой-то непонятный журналист, с какой-то непонятной газеты камчатской. Вы знаете, вот, он говорит, вот я говорю, а что мне нужно было? Обращаться в ОМС или там куда-то в Комитет по здравоохранению? Он отвечает, ну, лучше бы вы туда обратились. Это вы пытаетесь избежать ответы на вопрос? Вы все равно отвечаете? Конечно, лучше. Ведь это не привлекло бы внимание общественности. Там можно было бы просто отписаться и решить этот вопрос, да? Проще было бы. Маски взять! А сейчас сложнее. А почему я обратилась именно к Антону Булгакову? Потому что я, во-первых, с ним лично знакома, мы сталкивались по приюту Берегиня, а во-вторых, человек абсолютно просто бесплатно пошел на контакт, помог в данной ситуации, ничего не попросив взамен. Вот просто, чисто и по-человечески. Если бы я обратилась, например, в новости Сургута, вот позвонила бы в Сея Пресс или еще куда-то. Кто-то бы выехал? Нет. Просто чего добиться-то? Если вы хотите какую-то правду добиться, ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня это устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Они бы подняли вопрос, как бы, да, то есть рассматривали, интересна им эта тема или нет, выехать или нет. Если бы даже выехали по месту, вот что бы это решило? Вот я предпочла обратиться непосредственно к Антону. И я очень благодарна за оказанную помощь. Потому что, по крайней мере, это привлекло внимание к нашей проблеме. И я думаю, что таких людей, как Алена, в Сургуте немало. Можешь взять! И многие молчат. Молчат потому, что боятся негатива. И я считаю, что эту проблему нужно озвучить. Нужно прийти как-то уже любиться своего. Вот и все. Поэтому я обратилась к вам. Очень порадовала, что очень незамедлительно выехали и действительно помогли. Вот в данной ситуации помощь была просто бесценна. Потому что хотя бы люди увидели вот эту проблему и врачи стали реагировать. Благодарствую. Это вот эти слова это самая лучшая награда для меня. За мои труды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!